Огромный привет! С вами Настя. Я никуда, в общем-то, не пропала. Мы три недели практически пролежали с ребенком в больнице. Вот сегодня, в пятницу, мы приехали домой. Решила снять, значит, вот такую вот болталочку, поделиться с вами, чем мы с ребенком болели, то есть и болеем по сей день, для того, чтобы быть кому-то, возможно, полезной, у кого есть маленькие детки, или, может быть, у вас тоже будут такие же симптомы, когда нужно срочно бежать к врачу. Итак, у нас диагноз реактивный артрит. Да, не удивляйтесь, у деток тоже бывает артрит. У нас артрит на два сустава. Это голеностоп, где косточка внизу ноги, и колено. Как все получилось? В конце прошлого года, в декабре, мы заболели ангиной, прямо под Новый год. Ну, заболели и заболели, пропили антибиотики, в общем, все как положено. Мы вылечились, можно сказать. С середины января ребенок стал ни с того ни с сего хромать. То есть он не падал, ничего, всегда все под контролем. Хромал-хромал, на следующий день он вообще не мог встать с кровати. Я побежала к нашему участковому педиатру. Живем мы не в самом городе, как бы в пригороде, можно сказать. Педиатр дала нам направление в город, то есть в больницу, в поликлинику. Куда мы поехали, сделали рентген. Вот, врач нам там сказал, не переживайте, все нормально, никаких трещин, никаких переломов у ребенка нету. Покрутил ножкой туда-сюда, сказал, что с суставами также все в порядке. И, в общем, выдвинул нам такой диагноз. У вас аллергический отек. На мой вопрос, на что аллергия, он говорит, ну на еду какую-то. Ну, все-таки врач, я поверила, мы пили супрастин, наверное, недели 2-3. Потом я понимаю, что у ребенка ничего не проходит. Я дальше иду к нашему врачу, к педиатру. Мы сдаем все анализы. То есть это биохимия крови, проверить цирреактивный белок и так далее. Это общий анализ крови, ну, в общем, вот такие вот анализы, обычные банальные. Пока, в общем, были готовы анализы, еще где-то неделя-полторы прошло. Приходим к врачу, она нам говорит, что у вас все в порядке, у вас никаких воспалительных процессов в организме нету. Прописала, в общем, какие-то антибиотики непонятные для чего, но ребенку я давать их не стала. След дальше. Приходим опять через неделю, и у нас уже опухло колено. Она нас отправила к хирургу. Хирург посмотрел, развел руками и сказал, я не знаю. В общем, в итоге нам дали направление в город, ложиться в больницу на обследование, куда мы, в общем-то, и легли на три недели. У ребенка выявился реактивный артрит, как я уже сказала. После ангины у него, в общем, в крови нашли стриптокок. Ну, в общем, я думаю, мамочки знают, что это такое. Ну, это страшно, грубо говоря, да. Вот, в общем, лечили ребенка, лечили, и еще нам долго лечиться. В общем, девочки, мальчики, кому это интересно, если ваш ребенок начинает ни с того ни с сего прихрамывать, если в местах суставов, ноги, руки, также это могут быть запястье, локоть, есть какие-то воспаления, покраснения, отеки, срочно бегите к врачу. Дальше сдаете анализы. Если в крови соя, это скорость обращения эритроцитов, высокая, то значит, у вас в организме воспалительные процессы. Необходимо очень срочно бежать на обследование. Лучше всего ложиться. У нас соя в первый день поступления в больницу, вот куда мы легли, 22 марта мы легли, по-моему, да. Было 14 соя. Норма 10. Через 10 дней у нас соя стал 45. То есть мы приехали в больницу, мы еще там простудились, заразились. У нас мальчик в палате лежал, он чихал, перхал, у меня ребенок тоже заразился. В общем, все на одном. А до этого мы сидели дома, болели ветрянкой. В общем, при артрите категорически запрещено детям болеть, потому что любая инфекция, даже самая простудная, может вызвать у вас артрит, у вашего ребенка. Прыжки, бег, все это у ребенка, естественно, отменяется. В общем, через 3 месяца мы поедем снова на обследование, а это время мы будем лечиться дома. Нам прописали кучу-кучу лекарств. Ребенка 12 дней кололи антибиотиком. И плюс еще 1 месяц мы пьем уже другие антибиотики через рот. Стриптококк убивается тремя уколами бицинона. Это сильнейший антибиотик, который, в общем-то, убивает сифилис. Да. Поэтому я не знаю, конечно, желудочек мы конкретно ему подсадим, но чревато тем, чем артрит, если вы затянете, если не обратитесь к врачу, то ревматоидный артрит – это уже на всю жизнь. Можете посмотреть в интернете, как выглядят вот эти вот изувеченные конечности, деформированные, когда происходит деформация. Это страшно. Конечно, своему ребенку не пожелаешь стать инвалидом на всю жизнь, тем более, если он начнет у вас хромать, поэтому это все нужно лечить. Это лечится долго. Нам врач сказал, я не знаю, сколько вы будете лечить, потому что вы запустили, вот благодаря отсутствию профессионализма и опыта у наших врачей, мы запустили артрит. Если бы мы сразу обратились, можно было бы его вылечить за полгода. Теперь мы лечимся, лечимся, может быть год, может быть два. Мы вылечиваем полностью артрит, и еще целый год ребенок у меня будет сидеть дома на реабилитации. Мы собирались в этом году, вот нам три годика исполниться в октябре, идти в детский садик, но никаких детских садиков быть не может при таком заболевании. Сидим дома, лечимся, гости отменяются, общественные места отменяются, потому что сейчас отек у него сходит, но он очень долго будет проходить. Это не та болезнь, которая вылечивается за три недели или за месяц. В общем, ничего нам нельзя, не дай бог что-нибудь от кого-нибудь опять подхватим, и у нас снова будет артрит. В общем, вот чем, собственно говоря, я хотела с вами поделиться. Понапрописали нам кучу лекарств, может быть кому-то интересно, я покажу. Первый – это димексид. Нужно разбавлять один к трем и делать компрессы на вот эти вот больные суставы. 40 минут мы держим. Ой, так, дальше. Я уже не знаю, что мне тут, от чего понапрописали. В общем, непосредственное лекарство, которое лечит артрит – это сульфосалазин. Пьется он очень долго, 3 месяца – это минимальный его срок. По четвертинке маленькому ребенку 3 раза в день мы будем принимать. В общем, чем мне понравилось в этой больнице? Поначалу мы левли, в общем, я не знаю, у ребенка никаких не было улучшений. Я уже хотела писать отказную на 10-й день выписываться. Но, вы знаете, его обследовали просто вдоль и поперек. У нас, оказывается, помимо артрита, у нас еще увеличена щитовидная железа. У нас небольшое внутри черепное давление, которое также необходимо лечить. У нас немножко правое... Господи, в общем, с сердцем у нас немножко проблемы. Ну, как бы лечить не надо, просто ввиду вот этих всех простудных заболеваний у него немножечко изменения в сердечке произошли. Ну, в общем-то, это ни на что не влияет. Нам только глицин прописали. Вот. И что еще? Также у нас аденоиды. Ой, в общем, много-много. Нас еще смотрел, вы знаете, врач-невролог, который занимается частной практикой. И сказала о том, что... Ну, в общем, у меня сыну 2,5 года вчера исполнилось. И как бы, ну, мальчик и мальчик. Он у меня говорит там много слов, там мама, папа, все такое. Но предложениями он не разговаривает. И она сказала о том, что у ребенка задержка речевого развития. Я говорю, а с каких это пор у мальчишки в 2,5 года это является задержкой. На что мне невролог сказал, что мне виднее. Я врач, у меня частная практика. Ребенок в 1 год должен произносить 10 слов. Ну, в общем-то, врачи тоже, конечно, разные. Если вы посмотрите в интернете, те же самые логопеды вам скажут о том, что если мальчишка молчит до 3 лет, это вообще в порядке вещей. Поэтому я к этим рекомендациям конкретно я прислушиваться не буду. Но у нас много, в общем, врачей, которых нам надо пройти. У нас еще оказывается плоскостопие. Вот, а мы еще прыгали в прыгунках. Поэтому прыгунки категорически детям также нельзя, запрещается. Можете повредить ножкам. Вот, без обуви дома тоже ходить нельзя. В общем, много-много чего я узнала. Ну, артрит на самом деле дело очень неприятное, особенно у маленьких деток. Поэтому девочки, мальчики, там у кого есть детки, если есть такие симптомы, не затягивайте, бегом-бегом к врачу, не дай бог, будет ревматоидный. Это на всю жизнь вы сами себя потом будете винить. В общем, вот так вот отмучились мы. Если кто-то по мне заметил, я очень сильно похудела, потому что, в общем, ребенку нельзя было ходить, ребенку нельзя было стоять. Он у меня все эти почти 3 недели провел в сидячем и лежачем состоянии. Плюс я его носила на руках. Я опять себе потянула спину, у меня теперь болит спина. В общем, ну ничего страшного, мы опять дома. Сейчас будем, так сказать, набираться сил, отъедаться. Вообще еда отвратительная. Мало того, что она постная, пресная, соли практически нет, а детям давали. Ну, просто, я не знаю, ну вообще несъедобно, невкусно и ужасно. Хорошо, что приходил муж, который как бы приносил еду, которую я просила, хоть что-то мы ели. В общем, лекарства я вам себе показывать не буду. Если кому-то интересно, я вам могу написать в комментариях, потому что я думаю, да, это уже будет лишним. Ну, в общем, вот такая вот болталочка. Вот нам выписку, в общем, дали. Тут все-все-все. В общем, чего нам только там не проверяли. Ребенка бедного так достали, что он до сих пор помнит эти уколы. И вот сегодня мы домой приехали, он вечером перед сном думал, что ему опять будут делать укол. В общем, вот такая вот у нас история нашей болезни. Надеюсь, кому-то я буду приятной. Ой, приятной, полезной, прошу прощения. Я уже заговариваюсь. Хочу спать, устала до ужаса. Вот, в общем, не болейте, пожалуйста, не запускайте. Лучше лечь и больницу провериться в лишний раз, чем запустить болезнь, а потом об этом жалеть. Вот и все, что я вам хотела сказать. Спасибо всем за внимание. Буду продолжать снимать видео для вас. Все помню, ничего не забываю. И также буду вас смотреть. Всем пока-пока.